Всем привет, меня зовут Илья, и сегодня в этом видео, дорогие друзья, мы с вами ни много ни мало, а будем играть панк-рок-медиатором. Вот такие вот дела, неожиданно совершенно, даже для меня. И сегодня мы посмотрим и разберем игру знаменитого бас-гитариста группы Blink-182 Марка Хопус. Я думаю, что те, кто увлекаются бас-гитарой, увлекаются панк-роком и поп-роком, конечно же, эту фигуру знают, потому что он очень влиятельный продюсер и очень знаменитый и мощный музыкант, который, безусловно, создал свое фирменное звучание, свой неповторимый стиль. И вот мы сегодня с вами, дорогие друзья, посмотрим на этот неповторимый стиль. А начну я сегодняшний свой рассказ с инструмента Марка и со звука. Это очень важно, как-никак, в музыке. И примерно до 2000 года Марк записывался преимущественно на джаз-басе и на престижен-басе. Но где-то в 2000-м, совместно с компанией Fender, Марк разработал свою первую именную модель, которая получилась таким неким гибридом между престижен-басом и джаз-басом. Корпус был от джаз-баса, такой элегантный, скошенный, красивый, вот этот вот классический, но при этом датчик был сплит-коил от престижена, вот как у меня сейчас. В общем, это была первая его именная модель. Она несколько раз менялась, далее был позже выпущен тоже такой некий ремастер его модели, где он поменял шашечки вот этих вот сплит-коилов. Если на классическом престижене мы посмотрим, то выдвинута вот эта вот струна Ля и струны Ми, датчик, он выдвинут к Неку. Но Марк изменил это положение и выдвинул струны, датчик на струны Соль и Ре, и они стали ближе к, так сказать, к Нековой позиции, немножко перевернул вот эти полюса датчика и опять же, еще раз, как сказать, еще немножко сделал шаг на встречу волшебному идеальному звуку. Вот, то есть такой вот ход нестандартный. В общем, человек тоже искал свой звук, экспериментировал, играл, создавал свой инструмент. В общем, это все, конечно, интересно. Вот, и можно встретить именную модель вот с такими датчиками. Дальше у него также был еще и Ягуар Бас с конфигурацией, с такой же, значит, престиженовский датчик и джазбасовский. Также с перевернутыми полюсами немножко струны Соль и струна Ре были. Вот этот вот именно датчик, который за них отвечает, был опять же перевернут. Вот был он период, когда Марк также играл на таком Ягуар Фендель Басе. Ну, конечно же, вот эти вот верха фондеровские звенящие сочетания техники игры Марка создали вот этот вот, как классику, поп-панк звучание. У Марка есть свои любимые ноты, свои любимые интервалы, свои любимые ходы, которые он играет практически в каждой песне. Да что практически в каждой? Я думаю, что в каждой песне. И это довольно предсказуемо и создает свой такой характер звучания. Давайте посмотрим на эти интервалы. Марк всегда играет. Первая квинта чистая. Пятерка. Дальше идет. Кварта чистая. Большая терция мажорная. Малая терция минорная. Также Марк играет часто квинту на октаву ниже. Например, смотрите. Переносит пятерку на октаву ниже. Это также можно использовать каким образом? Смотрите. Например, у нас аккорд С5 есть. Пауэр аккорд. Мы играем пятерку квинту. И Марк может играть С5 вот так. То есть С у нас, наша аккордовая нота, играется вверху. И пятерка играется ниже ее. Вот таким вот образом. То есть получается это одно и то же. Вот это одно и то же, что вот это. Вот таким вот образом. Такие вот характерные ходы, характерные интервалы. И они есть в каждом парте Марка. Всегда. Субтитры сделал DimaTorzok Существует даже такое понятие, такой термин среди фанатов Марка, как бокс или гамма Марка Хопуса. Это такое движение 1-5, 1-4, 1-3. 1-5, 4-3. 1-3, 4-5. И вокруг этого очень много партий и рифов Блинка построил. Например, вот такая партия на основе так называемого бокса Марка. Следующая очень важная фишка в игре Марка, я бы так сказал, определяющая в целом звучание группы Blink-182, звучание конкретно баса, аранжировок Blink-182. А это так называемые аккорды Марка Хопуса, когда он дрынчит постоянно в припевах, в выступлениях, аккорды на басу медиатором. И это все те же интервалы, которые мы уже сказали. Это квинта, может быть терция, может быть кварта. Все те же интервалы, но извлекается это как аккорд. Это не аккорд в прямом смысле слова, потому что аккорд это три звука и больше. У нас здесь два звука, это интервал. Например, чистая квинта, так называемая дабл-стоп, есть такое понятие, когда мы берем только два звука. И Хопус постоянно дрынчит, любит он это дело. Я посмотрел концерты, когда готовился, он это использует медиатор. И медиатор, он извлекает звук ближе к нековой позиции, ближе к грифу бас-гитары. И это неспроста, потому что дрынчать аккорды проще здесь, потому что натяжение у струны вот здесь будет меньше, чем вот тут. И здесь уже будет не так комфортно дрынчать. И это очень важная фишка, потому что она позволяет создавать динамику. Она позволяет для такой группы, как Blinkstone 2, которая по сути является Power Trio. Это три человека, им нужно играть очень много, им нужно заполнять, делать динамику всего три инструмента. Там и Трэвис постоянно очень много играет, очень наворачивает. Не просто так, потому что ему хочется. Опять же, это обусловлено то, что трио, надо делать динамику, надо заполнять. И вот эта фишка позволяет с дрынчанием аккордов. Эта игра таких аккордов на басу позволяет добиться каких-то дополнительных эффектов, не прибегая к помощи педалборов, каких-то педалек, эффектов. То есть можно создать большую динамику, например, придя с куплета на припев. Также хопус играет и переменным штрихом, и также может играть и одним, в одну сторону. Конечно же, разницу излечения в одну сторону медиатором или в две стороны, это объяснил хорошо разницу маэстро Фли в своей музыкальной школе, в своей басовой школе, он объяснил очень хорошо, в чем разница. Марк не зациклится на каком-то одном способе излечения, либо играть переменным штрихом, либо играть в одну сторону. Тут он действует по обстоятельствам. И, конечно, это две совершенно разные истории, две совершенно разных настроения. И если нужно добавить какой-то вальяжности в партию, какой-то, не знаю, какого-то лиризма, легкости, то можно использовать, конечно, переменный штрих. Он немножко такое вялое звучание дает, такое вот растянутое. А если вы хотите больше такого, больше панк-роковского такого в быстром темпе, такого тяжелого звучания, то, конечно, это в одну сторону играется. Но, опять же, это по ситуации. Возьмем партию, например, Always, известная хитовая песня Blink-182, где Марк играет во вступление, вот дрынчит свои аккорды. Вот таким вот образом он играет переменный штрих, и это создает такой вот свой ритмический пульс, такое вот интересное звучание, такого немножко вальяжное. И, как правило, такие партии Марк играет горизонтально по грифу на первой и второй струне по нескольким причинам. Во-первых, первая причина то, что звучит лучше. И, так сказать, первая и вторая струна для таких вот аккордов, таких интервалов звучат просто банально лучше, ярче. Звук такой пронзительный получается, характерный для звучания вот этого поп-панка, когда вот эти верхние частоты фендеровские такие подчеркиваются. Если мы такие партии будем играть... Например, на второй и третьей струне, или четвертой, третьей, четвертой, то будет мутноватый звук, не такой, он будет теряться в миксе, и он будет не слышно, не будет читаться, будет гул какой-то лишний. В общем, поэтому такие партии, во-первых, лучше звучат. И в основном на записях я слышу вот этот верха, вот эти фирменные фендеровские, которые именно вот от первой и второй струны. И вторая причина то, что проще. Мы запоминаем вот эту вот схему, вот этот интервал, просто передвигаем по горизонтально, по грифу. Вот. И также это как-то добавляет этой тяжести, такой гранжевости большей в партию, в звучание партии. Следующая очень интересная и важная фишка басовых партий группы Blink-182 – это игра арпеджио-пауэр-аккордов. До этого мы играли с вами гармонически, аккорды тренчали вот так, одновременно извлекали звуки. Но мы можем еще найти какие-то варианты эффекта, какие-то динамические кисти и краски, настроение с этого аккорда. Можем просто разложить на арпеджио. Вот этот аккорд. Арпеджио-пауэр-аккорд – это когда мы берем, опять же, звуки не одновременно, а извлекаем по очереди. При этом, используя различные комбинации 1-5, для того, чтобы партия не надоедала, не была скучной, мы меняем от аккорда к аккорду эти комбинации. И, опять же, в партиях Blink-182 это постоянно есть, для того, чтобы партия не звучала очень слишком топорно и, как сказать, скучно. Вот. Также в некоторых песнях Blink-182 можно встретить и движение мелодии в басу, независимо от гитары или голоса. Когда гитара вешает просто как аккорд, обычный, как пэт, а при этом бас ведет какую-то мелодию. Марк ведет мелодию, конечно, в пределах жанра, в рамках каких-то определенных. Например, давайте C5 возьмем аккорд. Вот у нас C. Бас может вести мелодию, несмотря на то, что аккорд не меняется. Все время звучит аккорд C в гитаре, но бас делает, создает такое движение, создает какую-то свою небольшую мелодию, рассказывает какую-то свою историю. Итак, подведем итог, наконец-таки, к сегодняшнему видео. Мы сегодня, друзья, познакомились со стилем игры басиста группы Blink-182 Марком Хопосом. Конечно, трудно поспорить, что у него свой есть стиль, свой узнаваемый звук. Недаром он идет к этому, как бы ищет этот звук, создает свой инструмент, свой именной фендер, в постоянном поиске творческом находится. Это, конечно, достигается не только инструментом, но и любимыми ходами, любимыми интервалами, любимыми техническими приемами. Все это, конечно, складывает это неповторимое звучание группы Blink-182. Трудно переоценить вклад. Марк Хопос является не только басистом, но и продюсером группы, вокалистом. Он поет и играет, при этом еще и продюсер. И трудно переоценить вообще вклад. И вклад группы Blink-182, по сути, они, можно сказать, познакомили панк-культуру с радиоформатом, вывели это все на более доступный уровень, на более широкого зрителя. И недаром группа Blink-182 является одной из самых влиятельных, если не самой влиятельной, поп-панк-группой за всю историю. В общем, вот такую мы сегодня работу проделали. Надеюсь, было интересно. Я сегодня играл медиатором. Я, конечно, не умею играть, но вы это точно нормально все сыграете. Для меня это пытка, на самом деле, медиатором. Это все, когда что-то, какое-то есть инородное тело между мной и инструментом, мне это, так сказать, не очень, не комфортно. Но, на самом деле, я все равно играю. Ради вас, ради контента, стараюсь тоже изучать вот эти партии. Потому что Blink-182 без медиатора не поиграть, как вы понимаете. Если бы я играл без медиатора, было бы, конечно, смешно. Смешно это. Поэтому беру периодически медиатор, стараюсь тоже заниматься по мере возможности. И, на самом деле, я уже тоже продвинулся в плане медиатора. То есть, буквально пару лет назад я совсем был просто, ну, ничего у меня медиатором не звучало, все криво. Сейчас хотя бы как-то я могу уже что-то медиатором, ну, как бы продвинулся в плане медиатора. И будет, я думаю, дальше все это улучшать, улучшать, заниматься. И медиатор, может быть, еще на более высокий уровень будет. Вот такая вот сегодня информация. Все, дорогие друзья. Все традиционные мероприятия. Подписывайтесь обязательно на Boosty. Заходите. Там будет нотное приложение к этому видео. Там я собрал в едино такие основные риф-очки. Основные рифы. Blink-182 сделал единым файлом и со своими комментариями оставил. Там и те, которые сегодня были, и не только те, которые сегодня были. То есть, дополнительно еще рифы, которые можно поизучать в стиле игры Blink-182. В общем, проходитесь. Хотите, подписывайтесь. Пожалуйста, поддерживайте мой канал. Вот. Также группа ВК. Тоже не забывайте. Подписку на YouTube обязательно. Тоже колокольчик. Все вот эти традиции. Не забывайте. Все, дорогие друзья. На этом сегодня все. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok